Может быть и такое, вопрос только в том, что как он создает? Искусственно он создает этот бренд, берет их в себя, вынимает, вот я вот такой, хороший такой. Потому что мы же понимаем, что бренд это некая культурная самодостаточность, что-то такое сложное, что отчуждается от нас. Например, если мы говорим про позитивный имидж, то это не бренд, это некий позитивный образ, какая-то картинка со знаком плюс, который возникает вот при этом человеке. А бренд это все-таки что-то такое самодостаточное, какой-то культурный феномен, который в сознании может передаваться других людей разными способами. И они при фамилии, например, Мурнов могут говорить, о, Мурнов это вот такой гад, талантливый, он говорит, о, более-менее похоже на бренд. Если вы это делаете искусственно, то чаще всего вы делаете это примитивно, потому что вообще создание каких-то новых смыслов, это вообще сложнейшее творчество. Вот если вы делаете это технологично, то у вас получается какой-то такой симулякор, который вы говорите о, и вы быстро из него вырастете. Надо подправить свой бренд, что-то я свой бренд опережаю, или надо себя подправить, что-то я не подхожу под свой бренд. То есть у вас возникает такая сложная история. Но мне кажется, история с брендингом, она еще не про нашу страну. Тут очень много базовых каких-то задач, которые нужно научиться решать здесь и сейчас, и потом уже переходить на следующий уровень.